Так вот, я подтверждаю, девочки, это намного-намного вкуснее, чем вот эти обычные белые намазочки, к которым мы привыкли. Нельзя, потому что нет продавца. На вопрос о том, где продавец, нам сказали, слушайте, ну погуляйте, когда придет, тогда и купите. Посмотрите, как все упаковано, настолько с душой, даже не хочется как-то ее открывать, но я так ее сильно ждала. Просто целый вечер порхала на эмоциях, мне было так классно. Появился такой набор, который действительно заслуживает вашего внимания. Друзья, мне очень хочется начать этот влог с такой вот красоты. Если бы вы только могли почувствовать аромат, который сейчас на моей кухне, вы бы сошли с ума. Эти пасочки и крашенки передала мне моя мамуся, очень переживала, как почта их доставит, не превратятся ли они в кашу. И немножко, конечно, они помялись. И жалко, знаете, столько труда, в это вложено столько любви. А потом кто-то просто возьмет и бросит вот такую вот коробку. Не передам вам, как же это пахнет, как это красиво. И для меня, знаете, как приятно получить от мамы что-то такое свое, родное. И Тимончик покушает что-то домашнее. Ну, вообще, без слов. Мама, спасибо тебе большое. Ты далеко, знаешь, мама, и так приятно что-то от тебя получить. В общем, мама так готовит, вы просто не представляете, друзья. На этой сладкой ноте я предлагаю начинать наш домашний вложик. Девчонки, я тут не удержалась. Это вот эта малышка Ципа с Ципой в разрезе пасочка. И моя мама подсказала мне, что чтобы сделать вот эту красивую белую намазочку, можно просто взять сгущенку и сахарную пудру и просто перемешать. Это очень легко, не нужно там ничего взбивать, страдать венчиками. И мама говорит, что это намного вкуснее. Так вот, я подтверждаю, девочки, это намного-намного вкуснее, чем вот эти обычные белые намазочки, к которым мы привыкли. Мама, ты, конечно, у меня просто золотые ручки. Ням-ням-ням. Друзья, я только что была на почте и забрала нереально крутую посылку. И посмотрите, как все упаковано настолько с душой, даже не хочется как-то ее открывать. Но я так ее сильно ждала. И скажу вам сразу, чтобы подсыпать немножечко такого изюма, что такие вещи в Zara и в H&M Home стоят в 3-4 раза дороже. А я случайно забрела на этот магазинчик в Инстаграме. И открываю вам тайну, это керамическая посуда. Я безумно уважаю и ценю вещи Handmade. Таких вещей в моем доме очень много. Я очень ценю это, собираю, коллекционирую. И, конечно же, когда я увидела такую красоту у них в магазине, я не осталась равнодушной, скажу вам честно. Я сказала что-нибудь похожее, подобное, но нигде не могла такое найти. И безумно счастлива, поэтому давайте поскорее открывать. Мне уже не терпится. Ну что, я все открыла, уже не выдержала. Сняла вам сториз в Инстаграме, потому что очень хочу с вами поделиться. Я понимаю, что по такой цене это невероятно крутое изделие. И это настолько красиво. Вы знаете, эти синие вкрапления напоминают мне какой-то космос, какое-то такое звездное небо. Ох, я уже представила, как красиво здесь будут выглядеть мои серьги, какие-то мои кольца. И я обязательно покажу вам, как именно я это все приспособлю. Пока я вот прям на свежих эмоциях, я безумно хотела поделиться с вами этим и в Инстаграме. И эти тарелочки, они проходят два уровня у обжига. Они являются абсолютно безопасными. И их даже можно нагревать в микроволновой печи. У ребят там столько красоты, вы просто не представляете. Обязательно туда загляните. Если я вам тут вставлю скриншотик их магазинчика, там и красивые стаканы, и невероятные блюда. Если вы такой же фанат посуды, как и я, или, возможно, просто кому-то хотите сделать классный подарок по очень хорошим ценам, а цены, поверьте, вас очень приятно удивят, то обязательно заглядывайте в этот профиль, потому что я его нашла случайно. И я так счастлива, что я связалась с ребятами. И теперь меня будет радовать вот такая вот красивенная вещь. Мы вышли на улицу. Там мое чудо, вон уже валяется в траве. Ой, чудо. Чудо? Чудо чудесное. Тимой. Что такое? Ну что такое? Мужчина на траве. Мы сами гуляем без деток. У нас все площадки опечатаны, никто не может играться на детских площадках, поэтому ходим сами просто подышать, побегать на травке. Ну так тоже не на долго, где-то часик мы гуляем. И по домам. Тимошка спит наконец-таки. И у меня есть возможность пообедать. У меня обед, и сегодня это салат с лососем. Это мой самый любимый вариант обеда. И лосось, который я всегда беру, продается только в АТБ. Больше я его нигде не находила. Ни в Ашане, ни в Форе, ни в Варусе, ни в других магазинах. Его делают в Латвии. И сама рыбка в консерве куском. Она не перемолота. Как тунец, к примеру. Когда мы покупаем консервы из тунца и делаем какие-то салаты, то в принципе вкуса тунца особо не чувствуется. Я очень вам рекомендую зайти в АТБ. У меня всегда есть пару баночек в холодильнике. Он стоит в районе 55 гривен. Совершенно недорогой. Но это просто потрясающий вкус. Мы его любим всей семьей. Так что буду обедать. Желаю вам приятного аппетита. Вдруг вы вместе со мной тоже под мой видосик кушаете. Девочки, вы часто просите меня показать что-нибудь по уходу за собой. И сейчас у меня появился такой набор, который действительно заслуживает вашего внимания. Это набор по уходу за телом и не только. Я заказала его в магазине Coconut Oil. Я уже вам снимала сториз у себя в инстаграме. Я тогда находилась в поиске щетки. Я искала щетку для коррекции фигуры. И мне, знаете, вот как по заказу выпала реклама в инстаграме. И меня очень сильно удивила цена этого набора. Потому что такой набор стоил 450 гривен. И за 450 гривен мы получаем еще и, поверьте мне, очень качественный набор. Итак, что входит в этот наборчик? Массажная щетка. Кофейный скраб. Очень мне понравился. Скажу сразу, он не очень маслянистый. И после него можно спокойно одевать одежду, любую пижамку, халатик. И ложиться спокойно спать. Или просто ходить по дому. Вы не запачкаете свои вещи. И Coconut Butter. То есть, кокосовое масло 3 в 1. Я его использовала и как маску для волос. Я его использовала и как маску для лица. И как средство после применения вот этой щетки для увлажнения своего тела. И положа руку на сердце, могу сказать сразу, что это то масло, которое очень классной консистенции. Вот оно не кусковое. Знаете, бывает такое, что нужно кокосовое масло топить. Потом наносить его на волосы. Волосы липкие. Как его потом смыть. Смыть его невозможно. Тут такого не происходит. Просто наносим на волосы. Смывается любым шампунем за 2 раза. И я теперь люблю его еще больше. Потому что с ним нет никакой мороки. И волосы выглядят очень хорошо. Запах сладенького кокосика. Хочется скушать просто себя. Даже мой муж обратил внимание. Сказал, что я очень приятно пахну. А знаете, девочкам услышать такое тоже приятно. Согласитесь. А щетка в своем качестве меня просто поразила. Я ей ставлю 12 баллов. Она настолько мягкая. Для моей супер тонкой кожи. Это подходит на все 100%. Потому что у меня нет ни синяков, ни следов. Я начинала делать массаж с 3 минут. Обычно все так рекомендуют. Вы можете найти даже у них в инстаграме. Такую картиночку. Где показано, как нужно правильно делать сухой массаж. На ютубе можете глянуть, какая именно техника сухого массажа является правильной. И я безгранично недовольна. Я делаю сухой массаж через день. Не каждый день. Потому что мне кажется, моему телу этого достаточно. Но это золотая вещь для того, чтобы скорректировать свою фигуру к лету. Чтобы отлично выглядеть в купальнике. И не чувствовать никаких угрызений совести за пару лишних бутербродов, друзья мои. Поэтому обязательно заглядывайте в этот инстаграм-магазинчик. Я все скриншоты, все ссылочки, как всегда, оставляю в инфобоксе. Чтобы вам было удобно, если вы захотите совершить какой-то заказ. А я говорю девчонкам огромное спасибо за этот набор. Потому что они действительно меня удивили. Мне казалось, что за эти деньги я не получу ничего качественного. Но тут, мне кажется, цена даже слегка занижена. Потому что такой набор должен стоить гораздо больше. Девчонки, от души. Пусть у всех будет красивая фигура. И никакого целлюлита. Девчонки мои, я только что закончила снимать для вас видео из магазина Манго. С подборкой онлайн вещей из этого магазина. И у нас рабочий день с мужем не заканчивается. Сейчас поедем за продуктами. Будет у нас ночная закупка. Возможно, возьму вас с собой. Посмотрите, что да и как. И знаете, такое было легкое, классное видео. Бывает такое, готовишься, готовишься, пишешь, делаешь какие-то заметки. Страдаешь, ищешь вещи. Понимаешь, что тебе хочется показать что-то невероятной красоты. А бывают такие видео, которые случаются с сами собой. Это было именно такое. Оно как-то у меня даже записывалось, знаете, прям вот очень легко, так как-то непринужденно. Я очень люблю. Но такое бывает редко, скажу вам честно. Обычно я всегда так очень степетильно к этому подхожу. Очень страдаю. В общем, я люблю, когда все идеально. У меня есть немного такой перфекционизм. Так что что, мы будем, наверное, по них потихонечку собираться. И дальше я уже включусь в машине. И, собственно, все. Я хочу вас безумно поблагодарить за сегодняшний прямой эфир, который был. Я не знаю, что там происходит с настройками Ютуба. Я почему-то не могу даже его посмотреть. Но я вижу, что вы мне там написали пару комментариев. Я надеюсь, что вы сможете его посмотреть. И мне было так приятно с вами пообщаться. Друзья, я потом просто целый вечер порхала на эмоциях. Мне было так классно. Мне, знаете, меня просто окутали в этом эфире какой-то любовью. И, девчонки, спасибо вам огромное, что вы так ко мне относитесь. Я так благодарна вам за это. Я так благодарна за то, что вы такие тактичные. Вы у меня такие талантливые. Господи, кто-то пишет иконы. Я вообще в шоке. Мне так приятно. Я так рада, что мы с вами знакомимся. Я так рада, что мы общаемся. Да, я действительно знаю уже некоторых из вас поимённо. И Ютуб знакомит людей. Ютуб, правда, даёт столько сил. И Girl's Power — это действительно самая лучшая сила в мире. Девочки, я вас всех даже, знаете, как-то действительно душой полюбила своего зрителя. И я уже не могу не снимать ролики даже в этой тяжёлой такой ситуации. Мне очень хочется постоянно вас чем-то радовать. Пускай это будут домашние влоги или прямые эфиры, которые я просто обожаю. Я очень хочу быть вместе с вами. Поэтому сейчас поедем в магазин, и я возьму вас с собой. Поэтому включусь уже в машине. И нам сегодня подарили такие красивые маски с мужем. Я, наверное, её одену и буду там модничать. Даже в супермаркете. Почему бы и нет? Целую вас. Дорогие друзья, срочное включение из машины. Я в своей новой маске. Сейчас едем за продуктами. Вы не поверите, но я в пуховике. И на улице очень холодно. Апрель месяц. А я в своём зимнем пухончике из Зары. Поэтому как-то даже очень странно. Зато посмотрите, как красиво светится хайлайтер. Даже в маске. Ну это же прелесть. Это wet and wild. Так, ну что. Мы традициям не изменяем. Привет супермаркет. Пиши они. Заходим. Покупаем. Смотрите, уже в кишине продаются куличи вовсю. Цены 9, 29, 59, 99. Приехали, а дело с овощами и фруктами почему-то закрыли. Сейчас будем узнавать почему. Без этого точно ничего не приготовить. С этим можно свежие фрукты. Ой, начинается. Овощи и фрукты нельзя, потому что нет продавца. На вопрос о том, где продавец, нам сказали. Слушайте, ну погуляйте. Когда придет, тогда и купите. Класс. Я ищу соус для удона. Ну или для лапши по-тайски. Только доварить. И нигде не могу его найти. Этот соус. Как же быть. А если мне очень нужна овсянка, я выбираю всегда вот эту. Она такая вкусненькая. Можно даже не варить, а просто запарить. Классная очень. Всем рекомендую. Что я нашла? Это горчица винницкая. Это же моя родина. Я родилась и выросла в городе Винница. Мамуся, я передаю тебе большой привет. Заодно и горчичку возьму нашу. У нас, кстати, очень вкусная горчица и хрен в Виннице. Я не нашла специального соуса для своей лапши по-тайски или для удона специального соуса. И возьму вот такой вот кисло-сладкий и грибной соевый соус торча. Мне нравится, когда лапша такая темная по цвету. Такой цвет прикольный и вкус. Поэтому возьму два. Ну, мы вроде бы скупились. Осталось только взять Тимончик и колбаски. Он у нас колбасный товарищ. Я вам уже это говорила. Я очень люблю колбасу Кременчук. И я всегда ее покупаю. Она вкусная. Это хотя бы какое-то качество. Так что возьмем ее. Такую вот колбаску с салями Тимончик очень любит. Поэтому я стараюсь брать ему всегда ее. Вообще, это не очень полезно, конечно. Но если ребенок любит, что же лучше поделать здесь. Все, мы скупились. И вы знаете, сегодня даже с успехом. Я не приобрела ни одной тарелки. Можно порадоваться. Друзья, ну что, мы скупились. Поэтому, слава богу, едем домой. Я всем вам желаю спокойной ночи. Будьте здоровы. Спасибо, что вы со мной. Для меня это очень-очень приятно. Так что всех целую, обнимаю. До встречи в новых роликах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова